Это там Додали, вот эти все, это там какие-то Будда, Гришна, я их там даже знаю. Но это люди, которые палец о палец не сделали в своей жизни ничего, они пользуются этими заголовками. Ну, бедные люди, о чем мы говорим? Но это задевает то, что когда набираешь имя и фамилию в поисковиках, в гугле даже, все равно вот это не отфильтрованная такая, не то что даже информация, вот эти сплетни, они появляются, они вот как-то... Вы понимаете, из-за того, что им нечем заняться, они очень активные. Вот они вот, блохи, которые рождены для того, чтобы кусать. Вот они же, ну, бездарь, вот это Додали с этими очками, такого умного какого-то... Додали во взгляде работал. Он, ну, и дальше что? И посмотрите, потом он кошечек кому-то продавал или отдавал, несчастных кошечек. Я так посмотрю, когда попадает время, но я смотрю, они все какие-то ущербные. И они вот это начинают высасывать, даже не из пальца, какую-то гадость. Я думаю, ну, какая цель, да? И там даже у них была такая еще история, на Новый год, ну, может, вы видели, Сердючка, это же такая музыкальная партизанка, оказалось. На Новый год, включая, значит, на Красной площади эту... Богу, ты же и ты, Украина. Якщо мы гуляем так? И эта милиция бегает, там эти затаскивают в эти автозаки, какого-то диджея заставили извиняться. Мне очень обидно с этих людей, больно. И я говорю, если вы там партизаните уже там в России, включаете, еще не умерла Украина, включите и убиваете. Вот. Поэтому они меня ненавидят. И стараются меня не упоминать, ну, в этих своих... Ну, вот сейчас после Юрмалы, которая провалилась, которая вот ни одного билета не продана, там пишут, старые калоши собрали. И там такие они... И Сердючка... Кого еще приглашать там было, некого, никто не ездит. Да, и Сердючка на сдачу. Ну, то есть еще эта тварь тут. Но поэтому я хочу вам сказать, просто идите в жопу, все. Может, это некрасиво, но вот место точное. Но при этом в России много людей, которые ценят, любят, которые остаются там, но при этом не поддерживают то, что делает власти, то, что поддерживает значительную часть российского народа, не будем этого тоже отрицать. Вам дорогая эта аудитория? Послушайте, для меня всегда важен человек. Ну, вот я не знаю, вот мне это то ли с детства. Я всегда удивлялся, может, я это уже тысячу раз говорил. Вот мое детское удивление, когда говорили слово «еврей» и «любит». Я как-то вот, я себя вот как-то неловко чувствовал. Мне хотелось вот человека защитить. Я не знаю. Я ничего не понимаю вообще. Добрый день, друзья, не другие. Это видео мне прислала коллега из аргументов и фактов, Мария Марк. Она попросила меня о комментарии, и я дал небольшое интервью. Хотел бы повторить здесь тезис, который не был достаточно полно развернут в печатной версии. По поводу Веры Сердючки. Вот когда Данилка говорит о том, что я там продавал котиков, он просто моделирует это по себе. Потому что сам этот артист неоднократно признавался, что он выступает в образе Веры Сердючки, вот такого транса. Он дает исключительно за день, уже давно. То есть это началось как Стёп когда-то в начале 90-х. Ему давно это мучительно, но доходно. Так вот, в психологии это называется проекция. Человек проецирует на других свою мотивацию. Поэтому ему вообще, конечно, невдомек, что кошками можно заниматься невыгодеративно. Потому что я вел вот эту передачу «Правда 24» ежедневно в прямом эфире в течение трех лет. И почти в каждой мы, наша команда, пристраивала приютских котов. Приводились в приютах, там была бегущая строка. И желающий мог взять кошку. Это, в принципе, очень хлопотное дело. Потому что, понятное дело, что животные стрессируют, оказавшись в студии, где много людей, незнакомых запахов, свет, движение камер. Там кран работает. Ну, телевизионная. Телега, опять же, телевизионная. То есть это было очень хлопотно. Один раз там кошка убежала, когда я беседовал с Анной Седоковой, и мы вдвоем владеем в ее студии. Один раз котик просто мне на колени нагадил. Это был эфир с Кириллом Серебренниковым. Он не удержался и прокомментировал. Где-то они заметили, что кошечка нагадила. И я сказал, что, да, конечно же, я заметил. Но просто эту капитализацию животного уронил. Конечно, эту кошку никто не взял. Не каждую брали. Не каждую. Кстати, я сам стал кошатником после этого проекта, потому что была там кошка больная. Эта британка породистая, но у нее не влечимая болезнь. И, естественно, наши администраторы, зрителям, которые звонили, они объясняли расклад, что это за животное, сколько ему лет. И вот про Басю, конечно, говорили, что там тяжелый диагноз. Дело в том, что кошки, они не есть то, что называется чуйка. Они очень чувствительные. Может быть, они не самые умные животные. Я помню Эдуард Лимонов, который публиковался у меня в «Новом взгляде». Из его рубрики выросла, собственно, газета «Лимонка». Когда я стал сдавать музыкальную правду, он сказал, что эта газета для людей с мозгами кошек презумптит от того, что кошки не умрут. Да, кошки не всегда бывают самыми, скажем, умными животными. Одни. Но они чувствуют в большинстве своем. И вот Бася, она чувствовала, что понимала, что что-то происходит, что ее нельзя. И когда ее второй раз не взяли, она плакала, когда возвращались в приют. Когда привезли ее в третий раз, это был, я очень хорошо запомнил эфир с Сергеем Матаевым, я просто людям из приют сказал, что если сейчас ее не возьмут после этого эфира, я заберу ее к себе. И вот она уже с 15-го года, мы с ней не расстаемся. Вот. Короче говоря, это было очень хлопотное дело, потому что они линяют, шерсть лезет в уши, в глаза, в кофе, в том числе и гостям. У многих гостей аллергия была, я помню, у Миши и Кремова. Он бедный сидел и плакал. Ну, в смысле, там, у него аллергическая, говорят. Многих кошек не любят очень. Внимание смехов, допустим, еще ряд людей, они просто говорили, что у них, в общем, и дейсинкразия на этих животных. Это тоже создавало проблему. Короче говоря, выгоды не было никакой. У меня просто было ощущение, что я делаю что-то полезное, что это не просто трек с гостями, не просто телевизионные передачи, а что мы делаем всей командой, какое-то, в общем, нужное дело. Мы несколько сот котиков пристроили. Вот. Но в системе координат Верки Сердючки заниматься какими-то хлопками, что-то делать, не получая за это деньги, ну, просто невозможно, видимо, так он считает. Поэтому он так и сказал. Он представляет собой такую хрестоматийную фигуру вот из этой плеяды детей-колбасы. Этот термин придумала медиа-идеолог Марина Леско в свое время. Это отсылка к колбасной эмиграции. Не будут погружаться в историю, рассказывают, что это такое. Многие, наверное, помнят и знают. Вот. И в эфире я впервые этот термин употребил, когда давал интервью Синей Лариной на эти Москвы. Как раз в отношении и коллектива «Эхо Москвы», и зрителей, немногие поняли, что я имею в виду, да я объясню, что дети-колбасы – это люди, которые считают, что материальное – это главное. Что главное – деньги зарабатывать, и деньги решают все. Деньги решают очень-очень многое. Я это знаю. Но не все. Не все делается за деньги. И мне жаль, что очень талантливый, способный, бесспорный. Артист в образе Верки Сердючки этого не понимает. Что касается самого вот этого, его образа, который он эксплуатировал, когда это начиналось в начале 90-х, это было, ну, это было неожиданно, это было дерзко, это было смело. Но просто очень все поменялся, контекст очень поменялся. В свое время группа «Тату» из-за того, что там у них была прослеживалась вот эта лесбийская как бы тема, их на Евровидении, в общем-то, не восприняли. А сейчас на Евровидении вообще просто не пускают людей, натуралов, насколько я понимаю. Там просто сплошное гельбуйство такое. И вот этот вот ЛГБТ-дискурс, он стал доминирующим, его превращает в мейстрим. Посмотрите, что там будет скандал с открытием Олимпийских игр в Париже. И поэтому вот изображать трансы, изображать тетку двух играми в начале 90-х, повторюсь, это было прикольно. Даже мы там в «Новом взгляде», я помню, тот же Эдуард Лимонов привел Славу Могутина, очень талантливого начинающего журналиста. И мы там ему помогали. В частности, он устроил такую эпатажную акцию, подал заявление в ЗАГС со своим американским бойфрендом. И мы об этом писали, потому что тогда, в общем, считалось, что открываются окна Овертона. Начало 90-х, это 93-й год. Ну, это так было, кураж был, смешно. И, ну, и в том числе, и стрёмно, потому что с подачи открытого гомосексуалиста Артура Гаспаряна, ведущего звуковой дорожки МК Московского Сануста, я, кстати, это я устроил в свое время свою голову на работу в МК, ну, песня совсем не о том. Вот, он написал доносы в отношении Славы Могутиной, редакции вообще нового взгляда, возбудила Краснопресенская прокуратура, уголовное дело. Ну, в общем, опять же, еще раз представить, песня совсем не о том, а просто сейчас вот эта тема ЛГБТ, которая навязчиво очень звучит в медике почти по всему миру, это совсем не то, что, там, 30 лет назад. Думаю, что сам артист это понимает, поэтому он такой вот и невеселый все время в этой своей ковидной черной маске, траурной, и я понимаю, почему траурный. Алла Пугачева, и вот ваше общение вчера, оно продолжилось после? Я надеюсь, мы сейчас поговорим, и мы поедем в Дзинтере, сегодня закрытие, и, может, мы сегодня увидимся, я говорю, Алла Борисовна, у нас с вами ни одной нормальной фотографии нету. Те фотографии, вот в целом не было как-то время, да, то мы в каких-то, ну, не было времени, в общем. И, может, сегодня увидимся и посидим в концерт, посмотрим, как зрители, может, первый раз. Вот так. И сфотографируемся. Позиция, которую занимает Алла Пугачева, потому что ее посты очень точные и очень важные для многих людей, и после вот этого чудовищного ракетного удара по Ахмадет, по детской клинике, Алла Борисовна написала пост, что у всего есть терпение, Бог все видит. Вот это важно, что Алла Пугачева, российская певица, советская певица, она на этой стороне? Конечно. Ну, послушайте, человек, который, ну, она сильная, она, ну, понятно, ну, вот с одной стороны, вот посмотришь, думаешь, ну, вы же прекрасно жили, ну, могли промолчать, вот сидели себе в замке, да, там, и, ну, как многие рассуждают так, а нет. И вот, я не знаю, вот, я же по себе, слушаю, да, вот, в тот момент, ну, кому я надо, да, меня облили грязью на Евровидении, на этом, да, но я же ее не просил, и она ходила там по каким-то там кабинетам и за меня что-то там говорила. То есть Алла Пугачева, Алла Пугачева, конечно, а она влиятельный человек, и когда вот это, которые возле нее бегали, вот там все вот эти все, которые сейчас, вот она там, она делала, и, ну, как называлось радио? Радио Алла. Да. Кажется, это был Националь. Это было как раз после Евровидения. И она меня приглашает туда. Первое выступление было в Националь. Это буквально там пять дней, три после Евровидения. То есть я там еще... Это Лаша Тумбай. Да, я Баба Яга, тварь, скотина, и плюнул в лицо России. И мы выходим, а они с перепуху, вот эта вся, вот эта вся губкомпания, они так меня принимали, с перепуху. И я вот сидел за вот таким столом, что было мало столиков. Все они стояли, я сидел за столом, кто-то еще с артистов тут, мы сидели такие, и я с ними разговаривал через плечо. Думаю, ну вы же меня обливали грязью там на ток-шоу у Андрея Малахова. Какая тварь и там, и все. И мы тут его кормили. Ну вот это вся же, это старая английская песня. И я думаю, вот какая у нее сила. Она оба. Понимая, как ее там давили, когда была там гостиница Прибалтийская, были там истории. Она битый человек, и я очень ей благодарен за это. Поэтому, что бы там ни говорили, я на ее стороне, и она по отношению к Украине. И это такой удар по путинской России, вот ее позиция. Они успокоиться не могут. Не успокоиться не могут. Вы исполнили же «Раша Гудбай». Да, 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 конечно. Уже «Лаша Тумбай» стал «Раша Гудбай». С 24-го числа я же говорил, никакой «Лаша Тумбай» мы не поем. И единственный раз, хотя они все равно это услышали, было Евровидение в Ливерполе. И они понимали, что я это пропою. Ну, англичане, они же проводили там, да. И они попросили меня, чтобы это была фонограмма. И это была фонограмма. Там было 30 секунд. Если вы видели, вначале мы там выскакивали, еле успели на свою точку. Это как кросс у нас был. То есть это не выступление, а какая-то пробежка была в этом Ливерпуле. И там была «Лаша Тумбай». Потому что она так звучала. И это условие конкурса. Я не могу тут ничего сделать. И они понимали, если это будет живой, он все равно споет. Я в конце, единственное, что я мог сделать, у меня все было отключено. Я пульнул туфлю, она полетела в зал туфля. Вот. И это единственный такой, думаю, да, Мим сейчас тут. Ну, был, конечно, немножко расстроен. Но везде, во всех концертах, где это поется вживую, везде звучит «Раша Тумбай». Так же, как это было вот сейчас в «Дзинтере». Вот этот разрыв связей, о котором очень многие говорят, что и мы обсуждали уже частично, но это тема, которая не устаревает. Есть люди, которые дороги, родственники, друзья, но которые оказываются на другой стороне. Восприятие той трагедии, катастрофы, которая случилась. Ну, войны, назовем вещи своими именами. Вот у вас есть еще вот какие-то в этом смысле какие-то болезненные точки? Люди, которые вам дороги и которые оказались по ту сторону? Вы знаете, у меня не было там ни родственников никаких, были какие-то приятные для меня люди. Но вы знаете, они практически все ушли из этой жизни. — Вот мы с Дмитрием Гордоном недавно разговаривали, и он сказал, что я ничего плохого про Иосифа Кобзона не скажу. Хотя Иосиф Кобзон поддержал еще в 2014-м то, что было. Но вот Гордон объяснял это тем, что они много разговаривали, и пытался донести ему свою позицию. Про Кобзона сейчас много говорят, даже родился мем на концерт Кобзону. Вы общались с Иосифом? — У меня были с ним очень хорошие отношения. У меня были всегда... Вот я ничего про него... Я, если основываясь на своем опыте, у меня были прекрасные отношения, и даже в момент опалы моей он всегда подходил. «Андрей, как там у тебя? Сейчас, ну ничего там...» «У меня есть предложение поехать в Израиль, небольшой тур». У него был такой момент... Мне казалось, какой-то испуг советского времени. Мне казалось, что он боится, что прослушка какая-то. Вот у меня такое было ощущение. «Давай пойдем пройдемся по улицу». — То есть не будем говорить в помещении? — Да, да, да. И я шел, а... А это, кстати, было в Юрмале. Я иду, а его же узнают. А он как корабль. Я говорю, вот вы другого места выбрать не могли. Ну, все бегут к нему, естественно. И думают, что тут еще возле него? «А, это вы с Редючкой играете. И ко мне». А я же это обожаю. У меня всегда были с ним хорошие отношения. Вот я тоже ничего плохого сказать о нем не могу. Момент того, что, как вот Дима Гордон говорил, что это связано там и с болезнью, и он при его разговорах с ним, он очень долго молчал, анализируя. Очень сложно говорить. Но вот я вам говорю, вот у меня была с ним просто... Вот я мог по-человечески к нему обратиться, не было. Вот Иосиф Кобзон там, да, вот певец из детства там. Нет, такого не было. Всегда как-то, как твои дела, можем тут решить, тут как-то так. Добрый день, друзья. Послушайте, как Вера, Верка-сердючка обратилась к своим, скажем так, единомышленникам. Я мог бы сказать, что коллегам, но знаю, что многие из коллег считают, жанр, в котором работает этот артист, не совсем тот, чем они занимаются. Ну, песня совсем не о том. Здесь не про музыку и не про шоу-бизнес, как мне представляется. Короче говоря, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому послушайте сами. Друзья, я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Давайте ей бурные аплодисменты Лайму, что она организовывает, несмотря на этот хейт, на этих всех мудаков, извини, другого слова, не могла подобрать. Если что, запикает. Алла Борисовна, вам здорово и счастья. Никого не слушать, только меня. Все будет хорошо. Боже, Алла Борисовна, здравствуйте. Два секунды на латышском. Раз, два, три. Два секунды на латышском. Надо альбом делать. А я все равно на английском. Хач, хач, don't you cry. Давай, давай. Раз, два, три. Ехай на хуй. Передача всегда себя чувствует кошки, Которую мы предлагаем Кошке это наша слабость Предлагаем нашим зрителям Это вот британка сегодня у нас Какая красивая кошка Басенька Мне очень жалко ее Не надо ее жалеть У нее все сложится в жизни Я в этом уверен Уверен, что после сегодняшнего эфира Все будет у нее отлично А сколько ей лет? Три Она большая уже девочка Да, она взрослая Это, кстати, хорошо Потому что у нее уже сложившийся характер Сложившиеся представления Музыкальные вкусы Все у нее уже Можно я поддержать ее? Да, да, конечно Это сразу повышает ее капитализацию Я говорю, когда гость Ты не помнишь, моя маленькая девочка Только осторожненько У нее там на боку Шрама Да, да, я вижу Стерилизация Вот так я люблю, когда гости занимаются Когда там снимает с меня Ответ Видно, что ее обидели Я вижу, что она ищет какого-то утешения Видите, она прячется Добрый день, друзья Половина эфиров Моей программы Правда24, которая выходила На канале Москва24 Двенадцатого года Прошло с кошками Я приюзских животных Пристраивал во время эфиров То есть я старался их как-то Разрекламировать И наша команда отвечала на звонки Во время эфиров Это чаще всего были прямые эфиры И достаточно часто Животные находили Своих хозяев Ну, то есть новых, конечно, хозяев Имеется в виду Технически это всегда было сложно Ну, за животным надо как-то следить Они стрессируют, конечно, всегда Даже когда это не видно То есть летит шерсть Попадает в ноздри В глаза В кофе По время разговора Одного из разговоров С Романом Бегчуком Майкун там Налил лужу Кот, помню, какой-то Который чувствовал явно так Недоброжелательность Моего визави Тогда был Кирилл Серебренников Просто кучу налажив Мне прямо на колени То есть Сразу упала его Ну, условно говоря Стоимость То есть его сложив Естественно, пристроить После такого Казуса Животное могло убежать Я очень признателен Аниси такого Которого ловила котейку В студии Потому что там Масса таких мест Куда животное забьется Его просто Не найдешь Ни за что Очень я любил Когда брали на руки Мои собеседники Животное Ну, во-первых Это меня снимало Часть ответственности Во-вторых Вот Повышало Опять же Условно говоря Стоимость Самого животного Ну, его там Звезда Потискала Подержала Пристроить было легче До сих пор Этот проект Вспоминаю С ностальгией Почему? Ну, потому что Было ощущение Что от какого-то Журналистского трепа Есть конкретная польза Все-таки Находим Котейкам Хозяев Может еще Когда-нибудь Вернемся К этому проекту Я пел то, что у меня И она мне помогала В жизни сейчас Помогать людям Просто конвертами Подписываюсь Под каждой своей карте По мне была Цележная самооценка Или ты умная Или красивая Сейчас это проще Ну, что боится Этуда Этуда Евгений Дударев Правда 24 Спасибо